Хочу есть! Я проголодалась! Что я слышу? Кто-то хочет есть? Шеф-повар всегда придет на помощь! Никто не накормит мою внучку так же вкусно, как родная бабуля! Уже бегу! Сестренка, ты хочешь есть? Я тебя спасу! Я проголодалась! Хочу что-нибудь вкусненькое! Давайте начнем с простого! Приготовьте мне картошку фри! Запросто! Будет сделано! Как раз хотел научиться готовить! Пока все чистят картошку, я лучше приготовлю масло! Его, кстати, много не бывает! Ну что, масло почти закипело! А это значит, что самое время высыпать туда готовые ломтики картошки фри! Нет! Стоять! Ой! Оно брызгается! Горячо! Помогите! Ты что творишь? Из-за тебя нас чуть не обстреляло кипящее масло! Масло нужно лить со всей осторожностью! Тогда картошечка поджарится равномерно! Ничего трудного! Окей! Картошка фри готова! Осталось только немного добавить соуса! Фри! По-моему, это обычная жареная картошка! Вот я приготовила настоящую картошку фри! И это еще не все! Сейчас я из обычной картошки сделаю настоящий деликатес! Мне понадобится бекон, соус... И, конечно же, душистый розмарин! Какой аромат! Да точно! У меня еще не все потеряно! Почему бы не воспользоваться мармеладной картошкой? Говорят, что если макать его в клубничный сироп, то будет еще вкуснее! Окей! Вот это да! Начну пробовать с картошки посередине! Бабуля, это очень вкусно! Ой, фу! Я терпеть не могу розмарин! Простите, госпожа повар, но мне не понравилось! А вот идею с мармеладной картошкой я оценила! Теперь я даже не знаю, кого выбрать победителем! Пусть будет бабушка! Ура! В этот раз задача посложнее! Вам нужно приготовить суши! Каман! Будет сделано! По лучшему рецепту! Суси? Шуси? Да уж, в деревне понятия не имеют о том, что такое суши! Да я сейчас такие суши забабахаю, что вам и не снилось! Обычные суши — это скучно! Другое дело — суши из разных конфеток! А начинкой будут вкуснейшие взбитые сливки, мармеладные глаза и мишки Хариба! Красота! И, конечно, нельзя забывать про шоколадный сироп! Интересно придумал! У меня тоже совсем скоро будут готовы суси! Главное — аккуратно повторять за шеф-поваром! Но пока ничего сложного! Ничего сложного? Вот и посмотрим, какие отвратительные суши у вас получатся! Соус добавлять и я умею! На это вообще особого ума не надо! Как это называется? Авокадо? Самое главное — все скрутить ровно! У вас, бабуля, уж точно не получится! Ну вот, идеальные суши готовы! Какой ужас! Я не думала, что эти ваши суси такие уродливые! Самое время обернуть суши в лосось! Главное — не пожалеть рыбы! Нарезать ее толстенькими кусочками! И нельзя забывать про соевый соус! Рыба, говорите? Хорошо, будет сделано! Готово! Надеюсь, получится вкусно! Ничего себе! У повара, конечно, суши выглядит более привлекательно! Но я придумала оригинальный выход из ситуации! Почему бы просто не приготовить суши из огурца? И вкусно, и полезно! Оу-у-у! Верско! Это еще почему! Огурец — идеальная заготовка для суши! В него нужно только побольше риса затолкнуть! Совсем не аппетитно! Погоди, это еще не все! Ну вот, смотрите, какая красота! Это еще что такое? Никогда не видела суши из огурца и риса! Нет уж, эту гадость я даже пробовать не буду! А вот сладкие суши я попробую с удовольствием! Ура! Ого! Вкусно, но совсем не сытно! Остался последний кандидат! Вот они, настоящие суши! И на вид, и на вкус! Госпожа-повар, вы победили! Спасибо, но это было очевидно! О, нет! Надеюсь, вафлю может приготовить каждый из вас! Я слышал, что начинать нужно с теста! Думаю, с ним у меня проблем не будет! Добавим сахарку для сладости! Немножко перемешаем! Класс! А теперь добавим муку! Ой-ой, кажется, что-то в нос попало! Вот тебе и вафля! Ничего страшного, продолжаем! Ого! Я высыпал целую пачку! Ну, наверное, так и надо! Осталось только хорошенько размешать! Теперь мое готовое тесто нужно заливать в вафельницу! Это будут самые вкусные вафли в жизни моей сестренки! О, да! Тесто получилось вкусным! А главное, без яичной скорлупы! Надеюсь, из него получится достойная вафелька! Все добавили сахар, но я-то знаю, что сахар вреден! Так что вместо него я добавлю кабачок! Даже не так! Я сделаю вафлю из кабачка! Мне понадобится натереть его на мелкой терке! Готово! А теперь добавляем яйца! И, конечно же, муку! Хорошенько все перемешиваем! И добавляем зелени для вкуса! Звучит противно! Зато такое тесто гораздо полезнее вашего! Вот теперь его можно и в вафельницу залить! И не забываем засечь время, чтобы вафелька не подгорела! Да, время засечь – это правильная мысль! Ой! А я-то время не засек, и моя вафля сгорела! Горячо-то как! Ну ничего! Ее не очень приятный вид я скрою с помощью взбитых сливок, ягод и шоколадного сиропа! Ну, получилась же красота! А я свои вафельки по традиции полью кленовым сиропом! Кусочек сливочного масла тоже не будет лишним! Какая вкуснятина! А я свои без того полезные вафли украшу полезными травами! Не терпится попробовать! Начну вот с этой! Ой, эта вафля какая-то пережаренная! Такое я есть не буду! А это что? Ух, эти вафли со вкусом травы и кабачка! Ненавижу! А вот это явно что-то вкусное! О, да! Именно то, чего я и хотела! Бабушка, ты побеждаешь! Ура! Не зря я так старалась! Напоследок я хочу выпить кружку вкусного кофе! Окей! Будет сделано! Расплюнуть! Мне в голову пришла просто гениальная идея! Горячий кофе – это скучно! Сегодня в моде холодный кофе! То есть фрапучино! Нужно закинуть побольше льда в большую кружку! А потом добавить вкуснейшего шоколадного сиропа! И, конечно же, нельзя забывать про сам кофе! Он у меня, между прочим, из Старбакса! А еще коктейль из шоколадки Твикс явно не будет лишним! Его я немного взобью и использую вместо молочка! А я, пожалуй, приготовлю более классический вариант кофе – растворимый! Я знаю, что моя внучка такой любит! Ну вот, думаю, достаточно! Добавляем взбитый коктейль, а сверху украшаем взбитыми сливками! Остались последние штрихи! Печеньки Оруа! И палочка Твикс! Ну и, конечно же, трубочка! Ох, дилетанты! Ну что, пришел мой черед готовить настоящий кофе! С помощью весов я отмерю нужное количество зерен! То, что нужно! Теперь с помощью ручной кофемолки я измельчу их до необходимой консистенции! Смотрите и учитесь! И вот только теперь я залью кофе кипятком! Что, кофе и правда так готовится? Прекрасно! Теперь я налью кофе в чашку! А молоко для кофе я тоже буду взбивать вручную! Про правила подачи тоже не нужно забывать! Смотрите, какая красота! Начну с кофе посередине! Бабушка, я этот кофе всегда узнаю! И пора признаться, что он мне совсем не нравится! Вот этот кофе выглядит приятно! Вкусно, но немножко горьковато! Остался последний кандидат на победу! О, вот это реально круто! Братик, в этом раунде побеждаешь ты! Да, наконец-то! А как они открываются? В этот раз приготовьте мне пасту! У меня как раз вода вскипела! Так что я быстро приготовлю самую вкусную пасту для моей внученьки! Моя вода тоже, наверное, вскипела! Но надо в этом убедиться! Вещь! Сюда! Сейчас ты поможешь мне узнать, вскипела ли вода! О, благодарю! Вижу, вскипела! Говоришь, что можно класть пасту? Хорошо! Чувствую, что победа в этом раунде за мной! А ты чего сидишь? А я, пожалуй, приготовлю пасту сама! Возьму муку... Ой! Чип! О, я вся в муке, но это ничего! Это даже весело! Так вот, я выложу муку на доску и сделаю самую настоящую домашнюю пасту! Добавлю яйцо, соль... И, как следует, все это замешаю! Это, конечно, непросто, но я уверена, что моя паста будет самой лучшей! Нарежу тесто на отдельные кусочки... Ну и, конечно, добавлю краски! Вот так! Моя паста будет всех цветов радуги! Теперь возьму этот кусочек и сформирую вот такую колбаску! Сделаю это со всеми остальными цветами! Теперь нарежу их на маленькие квадратики... И придам им форму с помощью терки! Таким образом, каждый кусочек получился семицветным! Осталось только отварить! Какая же ты изобретательная! Так, а моя паста совсем готова! Аккуратно выложу ее на тарелку и добавлю кетчуп! Ой, где же он? Я ничего не вижу! Очки совсем запотели! Так, это кетчуп или не кетчуп? Выдавлю побольше! Бабушка, для начала нужно открыть! Держи! Ой! Мне кажется, я перепутала стороны! Я вся перепачкалась! Упс! Но это смешно! Впредь буду аккуратнее! И не надо надо мной смеяться! Так вот, добавлю кетчуп и паста готова! Моя паста сварилась! Выложу ее на тарелку! Чего-то тут явно не хватает! Вещь ко мне! Ты знаешь, что мне нужно! Принеси! Молодец! Да, чернила каракатицы! Они покрасят мою пасту в самый красивый цвет! Естественно, в черный! О да! Получается стильно и утонченно! Теперь мне потребуется кетчуп! Полью им сверху, да побольше! Получается красиво, но с глазами будет еще лучше! Вэнсдей, ну зачем всегда так пугать? А у тебя что? А у меня получилась вот такая радужная паста! Сразу хочется ее съесть! Приятного аппетита! Ура-ура! Ой, а это что за странное блюдо? Мне надо это попробовать! Но, честно говоря, не хочется! Фу, это отвратительно! А вот эту пасту я хочу! Да, это вкусно! Ого! А это что за красота? Не терпится попробовать! О, это не только красиво, но еще и вкусно! Это победитель! Ура, я победила! Есть! Протру-ка я очки! В этот раз я хочу напиток! Вкусный-вкусный! Вещь, ты готов? Хорошо! Будет сделано! Ой, чуть не упала! Что там? Напиток? Хорошо, внученька! А можно начну я? Спасибо! Итак, мне потребуются красивые, но кислые конфетки! Для начала избавлюсь от упаковки! А теперь эта яркая конфетка отправляется в формочку! И все остальные конфетки тоже! У меня получится разноцветное чудо! Как? Уже закончились? Ну ладно! Значит, самое время поставить их в духовку! Готово! А теперь пора остудить мое блюдо! Сейчас я вытащу из формочки эту красоту! Здорово! Мне нравится! Вот такие кислые съедобные стаканчики у меня получились! Теперь я возьму ММДемс! И разберу их по цветам! Так будет гораздо красивее! Бабуль, смотри, как я умею! Ну никаких манер! Продолжаем! Положу ММДемс в стаканчики, а сверху залью спрайтом! Со сливками будет еще красивее и вкуснее! Украшу все это посыпкой! И последний штрих! Добавить маленькие трубочки! Это что-то невероятное! А я сделаю своей внученьке очень полезный коктейль из сельдерея! Положу сразу целый и думаю, получится! Фу, какая гадость! Думаю, Джилл не оценит! Ну вот, мой полезный коктейльчик для внучки готов! И красивый, и содержит уйму витаминов! Сверху украшу веточкой сельдерея и добавлю трубочку! Здорово, не правда ли? Нет! Вещь, стакан! Возьму подобающий стакан и, конечно, обмажу его клубничным сиропом! Что же можно сюда налить? Пожалуй, это будет спрайт! В него я добавлю краситель! И как следует размешаю это стильной трубочкой! Вещь, помогай! Окей! Ой, как же ты меня напугал! Венс, да убери это! Вещь, поторапливайся! Спасибо! Держи кулачок! Сливки прекрасно подойдут! Они очень похожи на мозги, но для лучшего эффекта я полью их красным сиропом! А сверху положу глазик и паучка! Вот это красота! Идеально! Мы готовы, Джилл! Какие красивые! Начну вот с этого! Очень даже неплохо! Я бы сказала, вкусно! А это что, сельдерей? Нет уж, я это даже пробовать не буду! О, а вот это что-то интересное! Очень вкусно! И стакан съедобный! Ой! Он такой кислый, но напиток вкусный! Победитель определён! Ура! Я снова победила! Я так рада! Что же будет на этот раз? Теперь я хочу салатик! Вот такой, с гренками! Хорошо! Будет сделано! Ага, поняла! Сделаю! Я возьму листья салата и обязательно порву их! Вот так! Ой, Вэнс, да и спасибо, конечно, но ножик лучше не трогай! Так вот, продолжу рвать эти прекрасные зелёные листочки! Ну вот, готово! Теперь мне потребуется эта ароматная курочка! Нарежу её на тонкие кусочки! Теперь аккуратно разложу! А дальше нарежу помидорки черри! Ещё в салат Цезарь обязательно нужно добавить сухарики! Ну а сверху обязательно натереть сыр! Замечательно! Я готова! А ты? А у меня готовка в самом разгаре! Я буду использовать вот такие весёлые формочки! Вырежу фигурки из огурца, редиса и перчика! По-моему, получилось очень мило! Теперь возьму палочку и сделаю настоящее канапе! У меня будет салатный шашлычок! Красота! А, ну да, Вэнс, да и тебе такое не нравится! Какие классные! Ну а теперь я добавлю зелень, и у меня получится прекрасный салатный букет! А какой аромат! Молодец! Не понимаю вашего восторга! О, красный перчик! Это как раз подойдёт! Разрежу его напополам! Уберу семечки, а вместо них положу салат! Огурец я почищу и нарежу слайсами! Очень похоже на язык, правда? Из маслин я сделаю глаза, и у меня получится вот такая мордочка! Он у нас съест! Возможно, аккуратно разложу салатных монстриков на тарелку! Приятного аппетита! Как много еды! Ого, какие палочки! Интересный салатик! Но, честно говоря, не очень вкусный! Какой бы ещё попробовать? А что это за мордочки? И что за чёрная штука? О, это же маслина! Отвратительный вкус! Ужасно! О, а вот это похоже на то, что я хотела! Вау, вкуснятина! Вот победитель! Ой, я победила! Я классный повар! Понравилось наше видео? Тогда скорее подписывайся на Парара! Здесь всегда очень весело и вкусно! Вау! Подожду! Давай! Не ой! Давай! Продолжение следует...